Иногда мне хочется, чтобы у тебя не было этой дурацкой регенерации, — полутьме прошептала Рин. Это было их первое постоянное убежище. Комнатка на втором этаже самого простого кановского домика, где помимо них квартировало еще три семьи. Одна на втором, две на первом. Почему? Тогда я могла бы вновь тебя лечить, — улыбнулась она. Обито лежал с закрытыми глазами, но слышал, что она улыбнулась. И мог поспорить, что смущенно. Так нежно смущаться умела только она, ее хотелось сжать и не отпускать, как бы она не противилась и не пыталась скукожиться в попытке спрятать от взгляда розовые щеки. Не открывая глаз, он нащупал ее, сгреб в охапку и остался доволен только когда она затихла у него под боком. Ты так смешно в детстве храбрился, утверждая, что не нуждаешься ни в обработке ран, ни в еде. Помнишь, Кушина сам нам обед принесла? Рин хихикнула у него под мышкой. А теперь ты действительно ни в чем из этого не нуждаешься, продолжила она грустно. А я так хочу снова быть нужной тебе. Ты нужна мне, всегда помолчав, он добавил, просто так. Но ты же столько времени жил без меня. Совсем. Значит без меня можно. Ох, Рин. Он снова сжал ее и задумчиво поцеловал в кромку волос лба. Я бы рад был забыть эти годы, вышибить из памяти к черту. Я бы променял их все на хоть одно мгновение с тобой. Я был ходячий труп, клянусь. Это не жизнь. Она поспешно обвела его руками как смогла неудобно. Обита тяжелый, нужно еще выпутаться из его рук и поцеловала, куда пришлось. Пришлось в локоть. Такая трогательная. Она всегда щадила его чувства, всегда сопереживала ему. Почему-то Обита казалась, что, зная она тогда, что он жив, она бы так с ним не поступила. Не умерла бы. И все-таки, ты стал такой самодостаточной. Сильный, прости, снова смутилась она. Обита расхохотался. Думаешь, я не знаю, каким посмешищем был тогда. Да честно говоря, и сейчас не лучше. Балбес. Ну вот видишь, на комплименты напрашиваешься, она ткнула его кулачком в бок. Щекотно. Так тебе и надо. Отсмеявшись, Обита притянул ее к себе и вдохнул запах волос. Раньше он никогда всерьез не пользовался обонянием и был всецело равнодушен к запахам. Хватало зрения основное для него и слуха необходимость для любого шиноби. Вкус стал бесполезен вместе с потерей навсегда чувства голода. А сработавшее осязание обычно означало существенный промах в обороне и сообщало о том, что Камуи полетела к чертям. Радость от прикосновений случалась редко и требовала определенных условий. Ринжи будила абсолютно все чувства, оживляя его целиком, одной только кожей лаская сразу четыре из них. Рядом с ней обитый ежом ощетинивался ими, как антеннами, счастливо принимая любой идущий от нее сигнал. Любой был приятен. Совершенно любой, что угодно напоминающее о том, что она теперь жива. Если честно, я тогда немного обижена была на тебя. Что ты бросил нас, что ли? Я знаю, что ты поступил правильно. Просто эгоистка я, да? Разве ты не была рада, что Какаши выжил? Вырвалось у обита прежде, чем он успел отфильтровать поток мыслей. Это так сложно объяснить. Я не должен был спрашивать. Забудем про этого индюка хоть на день. Рин молчала. Обита не нравилось это молчание, оно было неуютным, он даже завозился. Только не говори, что это правда. Что он тебе нравился, сам же не выдержал. Давно поклялся же себе не заводить с ней речи Какаши в этом ключе. В становящейся уже жуткой тишине раздался какой-то прерывистый свистящий звук. Оказалось, Рин пыталась сдержать смех. Неудачно. В следующее мгновение она проснула вслух. Глупый ты такой. Обита не знал, как ему реагировать. Что это значит? Нет или да? Он напряженно ждал ответа. Все чувства были обострены, и по оголенным нервам любое слово проходилось болью. Но бессмысленные фразы воспринимались как излишний раздражитель. Так вот почему вы постоянно ссорились? Ты что? Ревновал меня к нему. Рин не могла остановиться. Нет, буркнул Обита. Он чувствовал себя сейчас очень уязвимым, будто необдуманным вопросом добровольно вскрыл себе грудную клетку, разведя ребра в стороны, а там трепещет, беззащитная, и хочется теперь спрятать, но непослушные ребра замкнуло, не подаются, не возвращаются на место. И ее ладошка опустилась на грудь, мягко толкая их, помогая закрыть. Обита задышал чуть свободнее. Рин гениальный медик. Каким-то чудом ей удавалось исцелять и нематериальные раны. На секунду даже показалось, что ее рука в этот момент была окутана зеленым огоньком. Хороший мой, она потерлась носом по его щеку. Вот ради одного этого прикосновения все это того стоило. Обита было достаточно самому любить ею. Видеть рядом и только. Но когда это возвращалось вот такой нежностью, ему казалось, что он этого не вынесет и умрет от счастья. Он совсем не ждал от нее взаимности. Тех крох внимания, которые ему перепадали от нее в детстве, ему всегда было достаточно и даже более чем. В благодарность за них он готов был отдавать ей всего себя. А сейчас ему даже внимания не было нужно. Он нуждался просто в том, чтобы она позволяла ему отдавать. Болезненно гордый, как все учиха он, тем не менее, сделал ее смыслом своей жизни и это никак не затрагивало его самолюбие. Обита закрыл глаза и замер дрессируя дыхание, едва справляясь с ним. И плевать было, что Рин так и не ответила. В конце концов, ничто больше не имеет значения. Кроме того, что она сейчас здесь с ним. Навсегда. Она положила голову ему на грудь, неуклюже и как-то сиротски свернувшись калачиком. Ее мягкие волосы на вдохе и выдохе ласкали кожу. Обита не хотелось ни о чем думать. Он осторожно опустил ладонь ей на спину, и за всех сил контролируя ее вес ему было стыдно за свою жесткую тяжелую лапищу, которая, казалось, могла только причинять боль, но никак не делиться нежностью. Он вспомнил, как однажды в детстве распорол ее сюрикеном, а Рин со строгим видом заставила его дать забинтовать. Ему тогда было так мучительно неловко. Он чувствовал себя в тот момент не шинобе, а маленьким ребенком, который ни к чему не приспособлен. Это было невыносимо. А теперь вот он большой, в два раза больше Рин. Но с ней все такой же неловкий. О чем она думает? О своих родных, которые остались там, в другом времени, в другой жизни. Он знал, что у Рин точно была мать. Об отце ее он никогда не слышал, во всяком случае, тот никогда не забирал ее вечером с детской площадки. Всегда мать. Обито давно забыл, каково это сопереживать. Пытаться сейчас мысленно пробраться в душу Рин получалось со скрипом, чужие чувства не хотели находить место у него внутри, слишком бурлили собственные. Ему так и не удалось до сих пор отделаться от мысли, что он урод, что что-то в его душе за эти годы безвозвратно сломалось. Ему казалось, что Рин ищет это в нем, иногда вдруг пытливо и сосредоточенно впиваясь взглядом в его глаза. И он чувствовал, не находит. Обито проклинал себя в эти мгновения, это ощущение изводило так, что хотелось выйти в голос. Он чувствовал, что это незримо подтачивает их отношения, вносит непредсказуемость в их будущее, и мысленно умолял Рин не разочаровываться в нем, не отбирать у него шанс, добытый таким трудом. Он метался до тех пор, пока его снова не окрылял ее ласковый взгляд, так нестерпимое счастье сменялось нестерпимыми мучениями и снова счастьем. Какаши даже иногда давал ему миссии, покрупнее, подороже, чтобы пореже, и стараясь это не афишировать. В Канохе к Абиту относились по-прежнему, то есть желали смерти, минимум изгнания. Только авторитет шестого Хакаби, который сразу заявил о неприкосновенности Абита, удерживал их от самосуда. Рин, казалось, этого не замечала, хотя Абита мог себе представить, как ее сослуживцы в госпитале обсуждают за спиной, поджимая губы, как она может жить с этим. Абита было отчаянно плевать на все это. Гораздо важнее было для него, как к этому относится сама Рин. Он не раз говорил ей, что готов уйти куда угодно, если она хочет взять ее с собой, устроить им прекрасную жизнь где-то еще. Рин в эти моменты улыбалась, трепала его по волосам, и заверяла, что хочет жить только здесь, это ее дом и только с ним. Но от Абиты не могла ускользнуть в этой улыбке легкая грусть. Может быть, она просто знала, что так будет везде, он ведь воевал со всем миром сразу, значит, повсюду его враги. Ей было трудно, его репутация все-таки била по ней. Но оставить Рин было выше его сил. Он знал, что никуда не уйдет без нее. Просто не сможет. Он даже не был уверен, если она захочет, удастся ли ей его прогнать. Между миссиями делать было нечего. Днем, пока Рин на службе, Абита спал, чтобы потом провести с ней весь вечер и ночь. Несмотря на просто волшебные в своем мастерстве руки, готовила Рин отвратительно, над чем сама частенько подшучивала. Абита в этом был и подавно полный профан. Поэтому они чаще всего заказывали еду с доставкой. Курьер, мальчик лет 12, никогда не поднимался к ним. Он околачивался внизу, пока Рин не выходила и не забирала еду, с улыбкой оставляя хорошую сумму на чай. Она надеялась, что он со временем перестанет бояться. Абита любил ее всегда бережно. Как бы желание не туманило сознание и страсть не накрывалось головой, он сдерживал себя, чтобы ни в коем случае ей не навредить, случайно не сжать чуть сильнее, случайно не войти слишком рано, хотя очень хотелось выплеснуть без тормозов весь огненный ураган чувств, не находивший выхода на протяжении почти 20 лет. Он укладывал ее потом, удовлетворенную, убаюканную, подтыкал одеяло, целовал в макушку. А позже доделывал все рукой, если сам не успевал. Впереди была вся ночь, чтобы наглядеться на нее еще на день вперед с каким-то истовым удовольствием, охраняя ее сон. Пару раз он ее едва не разбудил, так тихо она спала, так была похожа на мертвую рин из его прошлых видений. Абита кусал руку до крови, сходя с ума от страха, что она здесь, в его постели лишь плод его больного воображения, а на самом деле он сейчас очнется один где-нибудь в стылой пещере на краю света. Но несмотря на панику, граничащую с безумием, он так и не разрешил себе попытаться ее разбудить, чтобы успокоиться, чтобы убедиться. Уверял себя, что это будет слишком эгоистично, если она все же настоящая. И не мог признаться, что просто до обморока боится, что она так и не откроет глаза, если нет. Иногда днем не спалось тогда, чаще всего он линял из деревни куда-нибудь, где нет людей. Абита никогда не чувствовал пресловутого единения с природой. Любые пейзажи казались ему гулкими и безжизненными. Они не вдохновляли, а просто позволяли сменить обстановку и отдохнуть. Когда гармония наконец-то удостаивала чести посетить его неспокойную голову, он телепортировался в какую-нибудь деревню и под хромби сливался с толпой. Развлекался, играл разные роли, изучал реакции людей, у меня себя эдаким бродячим мудрецом. Собственная деревня в этом плане надоела очень быстро. Все здесь было какое-то чересчур, что ли. Чересчур правильное. Чересчур гордое. Чересчур доброе. Иногда как каша обращался к нему за советом, касающимся управления деревней, поскольку ценил его большой опыт в стратегии и руководстве. Впрочем, это абита поначалу так думал, что из-за опыта. Со временем понял, скорее просто для компании. Кто знает, кто из них обоих больше нуждался в этой компании. Теперь Рин жива, но окончательно на свои места все между ними с какаши так и не встало. Может быть, тот думал, что абита до сих пор не может его простить, и поэтому какаши совестно было сильно лезть к нему в душу, а может, абита действительно так и не простил. Между ними была невидимая преграда, которая мешала сблизиться. Они оба по очереди наталкивались на нее лбом, потирали ушибленное место, отворачивались и расходились каждый по своим делам. Однажды Рин пришла домой раньше обычного и разбудила его резким толчком в плечо. С Шиноби так шутить не стоит, поэтому она уткнулась сразу в его манглюкё и едва не оказалась заломленной за спину рукой. Еще не до конца проснувшийся и несколько ошеломленный абита принялся извиняться. Однако глаза Рин по интенсивности излучения ярости сейчас ничуть не уступали его шарингану в бою. Я думала, ты поклялся мне не лгать. Верно. Рин, что случилось? Девятихвостый Минато Сэнсэй, Кушино-сан вся та трагедия твоих рук дело. Вот оно, началось. Он знал, что когда-то это случится. Сон мгновенно выдало из головы. Рин стала стремительно уменьшаться в размерах и отдаляться, будто бы страшные слова уже были произнесены. Абита тряхнул головой и взял себя в руки. Еще не поздно, сейчас он еще успеет что-то изменить. Рин, во-первых, это все еще я. Под воздействием внезапно пришедшей в голову мысли он приспустил одеяло на груди, открывая взгляду длинную, уже светлую и едва видимую царапину наискосок от шеи до плеча. Смотри, это твоя вчерашняя, ты меня любила, вспомни это, не руби с плеча. Во-вторых, я обещаю быть честным. Только выслушай. А Боже и Ручиха. И про них тоже правда. Все оказалось хуже, чем он думал. Абита даже не мог сказать, чего сейчас во взгляде Рин было больше страха или боли. Это заставляло его внутренне извиваться ужом на сковородке, и каждым новым вопросом она словно разрубала его по частям, вот корчится отдельно хвост, вот еще кусочек. Он изо всех сил старался сохранить во взгляде твердость. Сейчас нельзя показывать себя слабым, ненадежным, Рин и так в нем сомневается. Нельзя показывать, что ему за это стыдно. От нее едва уловимо пахло лекарствами и какой-то травой. А иногда от нее еще пахло унынием, а иногда радостью. В зависимости от того, выжил, вылечился ли пациент. Он не допустит того, чтобы Рин ушла. А она, конечно, уйдет, если увидит в нем недотеку, что не в ладах с головой и что не может сейчас толком объяснить и половины своих поступков. Никому не нужен такой мужчина, нужен сильный и уравновешенный. И обито будет таким, кажется слушает, не уходит. Учиха сами виноваты, начал он с более простого. Они хотели нарушить достигнутый с таким трудом мир и повергнуть деревню в состояние самой худшей войны гражданской. Я помогал Учихе и Тачи в исполнении решения Хакаги. Из двух зол выбирают меньшее. Осуждая меня за это, тебе придется заодно осудить героев деревни. Рин смотрела на него, не говоря ни слова, и с каждой секундой страх в ее взгляде постепенно сменялся какой-то нехорошей решимостью. Или это обито так казалось? Она встала и прошла к окну как деревянная. Так ходили некоторые воскрешенные Эда Тинсей с полным подчинением. Рин вздернула жалюзи. Пластины захлопали друг о друга, как крылья большой кищной птицы. Полосатый свет сгруппировался и рухнул в окно одним сплошным комком. Обито сжал кулак под одеялом. Рин повернулась к нему несколькими отрывистыми промежуточными движениями, как будто точно не определилась, поворачиваться ли. В ее глазах сверкнули влажные блики. Она подошла, присела рядом, провела пальцами по следу от царапины. Обито вздрогнул. Ему вдруг показалось, что Рин хочет стереть эту линию, хотя, он знал, медицинские техники не способны убирать шрамы, даже самые тонкие. Обито не мог отделаться от мысли, что этими неловкими задумчивыми прикосновениями она с ним как будто прощается. С ним каким-то известным только ей, своим собственным Обито у себя в голове. И знакомиться с реальным ему так хотелось думать. Наконец, странный ритуал был закончен, и закономерно пахнуло холодом, словно пространство между ними разрубил безжалостно упавший сверху ледяной занавес. Обито поежился и даже поймал на себе пару мурашек. Ты подсознательно не даешь мне шанса, я же вижу. Пожалуйста дай, твоя бабушка. Что? Обито показалось, нет, совершенно точно он ослышался. Она тоже там была. Рин смотрела на него внимательно-внимательно и немного удивленно, как будто недоумевая, почему все еще продолжает с ним разговаривать. Боги, Рин, нет, конечно, нет. Чистая ложь. Он не знал. Обито не знал тогда, жива ли бабушка, и какая-то часть его малодушно надеялась, что уже давно нет. Во всяком случае ему она не попалась. Значит, Итача. Или все-таки умерла, успела. Черт, почему он не может исполнить одно единственное обещание быть честным? Почему эти чувства настолько сильнее него? В кого они его превращают? Пришлось сделать невероятно болезненное усилие над собой, я не знаю. Рин резко всхлипнула и зажала себе рот обеими руками. Блики в ее глазах задрожали, потекли слезами по ладоням, ныряя в щелочки между пальцев. А дети? Там ведь были дети. Выжил только один. Пожалуйста, не надо. Что он еще может сказать из правды? Что его бы и сейчас это не остановило? Обито на миг в ней промелькнула его родная Рин, беспокоящаяся за него. Но теперь обито отчетливо видел ее взгляд он как тогда, когда он погибал под завалом. Взгляд, провожающий умирающего, пытающийся смириться. И сейчас Рин действительно провожала какого-то своего обито. Но там во взгляде, как и тогда была надежда. Черт, все-таки была. Зачем тебе это было? Почему откуда в тебе эта кровожадность? Я не могу поверить Кушина-сан, она ждала ребенка. Мы с Какаши тоже его ждали. Сенсей ходил такой счастливый, а ты как ты мог, как тебе это в голову пришло? Каждое слово как удар, как сломанное ребро. Она отталкивает его руку и обито хочется совсем ее оторвать, чтобы не верить, что это часть его, что она действительно его отвергает. Нужно было еще тогда ей признаться и в этом тоже, но он так и не смог. Это значило бы положить на чашу весов еще больший груз и снизить и без того невеликие шансы на ее благосклонность. Но Рин умница, она все стерпела. Она поняла, а он злоупотребил ее доверием про разборки с кланом же, он просто забыл, это казалось незначительным и неважным. А может не казалось, может, просто он забыл уже давным-давно, заставил себя забыть. И самое главное слов-то не было. Кроме правды, обито было нечего сказать. Я был очень зол, этот мир отнял у меня тебя, и мне нужно было с ним поквитаться. Я чувствовал, что это сожжет меня изнутри. Я не убивал Сенсия, у меня не было ни с кем личных счетов. Только с миром в целом. Я довел Кьюби до того состояния, в котором даже сам уже не мог им управлять, и сбежал. Я даже не видел, что было дальше. Акушина сам, ты не знал, что значит извлечь пиджу из джинчурики. Что это за собой влечет? Ее голос звенел от сдерживаемых слез. Знал, обито опустил голову. Похоже, Рин ждала, что он скажет еще что-то. Но толковые слова совсем кончились. Ему никогда не видать ее прощения. Обито сидел и изо всех сил, до боли в легких вдыхал ее запах, чтобы отвлечься и вернуть себе самообладание, придумать что-то хоть что-нибудь в оправдание. Но все было бы ложью. Плевать ему было на Кушину. И на Наруто плевать. Да и сейчас тоже. Ирин этого не простит. Она умерла, заодно лишив их с какаши сна и покоя, ради того, чтобы не допустить нападения биджу на деревню. Ей никогда не понять того, кто сам натравил демона на лист. Сейчас Обито совершенно точно знал, что не сделал бы этого, и совсем не потому, что вырос. Просто ради нее. Потому что она бы так не хотела. И потому что это не было непосредственно связано с тем, чтобы вновь ее обрести. Единственное, что он будет беспрекословно решать за Рин вопрос сохранности ее жизни. Как бы эгоистично с его стороны это не было. Но он больше не допустит, чтобы она жертвовала собой. Оставалось только одно. Показать Ген Дзю Цэу. Может быть, будучи там, видя то, что он видел, Рин поймет глубину его отчаяния. Перед глазами промелькнули обрывки подземной жизни. Обито закусил губу. Нет, он никому добровольно это не покажет. Он не заставит Рин это пережить. Он возненавидит себя за такое. Обито, а что если я умру? Смерть всегда ходит рядом с ниндзя, пусть даже с медиками немножко реже. Что тогда будет? Сколько людей на этот раз ты отправишь на тот свет заодно со мной? Твоя любовь как проклятие. Я чувствую себя мировой бедой. У обито пересохло во рту. Проклятие действительно, он никогда не умел любить. И в первую очередь об этом говорило то, что он никогда не уважал по-настоящему жертву Рин, хотя даже в мыслях не корил ее за это. Он считал ее поступок даже не ошибкой несчастным случаем. Он простил ей смерть, потому что на самом деле это была их с какаши вина. Они поклялись ее защищать и не уберегли. Она ни при чем. Это просто его любовь проклятие. Но она настолько проросла в него, так крепко вплелась в кровоток, в каналы чакры опутала собой все внутри, что не вытравить уже. Обито и его любовь теперь одно. Одно большое проклятие. Он ничего не сможет с этим сделать. Даже умереть, оторвать себя от Рин по собственной воле ему не под силу. И если кто-то будет пытаться сделать это за него, он будет драться до последнего, он свою чертову жизнь так просто не отдаст. Это замкнутый круг. Обито никогда из него не выбраться. Пока я жив, ты больше не умрешь. Твердо сказал он. Так что это все в прошлом. А если умру я, то таких проблем тем более не возникнет. Обито попытался улыбнуться, но его улыбка была встречена острым холодным взглядом, и сразу скукожилась, потухла. Ты правда не понимаешь? Рин подняла на него полные слез глаза, дрожащие губы, щеки, такие влажные, что, казалось, татуировки сейчас стекут с них обычной краской. Увидев, что Обито к ней тянется, чтобы обнять, она вскочила с кровати, почти крича, «Я боюсь тебя». Я не знаю, на что ты еще способен и что ты еще скрыл. Ты так поступал с некогда близкими тебе людьми, где гарантия, что со мной не поступишь. Я хочу тебе верить, но все, что я вижу при взгляде на тебя опасность. Во мне все кричит, чтобы я к тебе не приближалась. Прости, но я не приближаться к тебе не могу, подумал Обито и уже стоя в дверях смыкал вокруг нее руки, когда Рин распалась на кружащиеся в воздухе листья. Тут он услышал, как чуть скрипнула на петлях входная дверь. Шумшин. Обито припечатал кулаком косяк, зажмурился и прислонился к последнему лбом, не отрывая руки. Лучше бы она его ударила. Так бы от нее хоть что-то осталось, хоть жгучий след на коже, хоть ненадолго. Но теперь Обито со всех сторон обступило пронзительное одиночество. Самый страшный враг, который уже не первый раз одержал над ним вверх, оно словно растворяло Обито, и тот переставал существовать. Хотелось хоть чего-то пусть даже боли, чтобы почувствовать себя живым. Кем-то. Не никем. Что ей сказать теперь? Что сделать, чтобы она перестала бояться? Обито считал себя знатоком человеческих душ. Только с Рин он становился так беспомощен, как будто и не было всех этих лет, всех этих людей, выполнявших его волю. У Курина и Рин тоже не оказалось. Доведенный до отчаяния и заподозривший ее во лжи, Обито даже применил Ген Цзю Цэо. Как только увидел, что нужно, он кивнул и молча исчез, в последние секунды перед телепортацией ее наблюдая, как та поспешно подбирает с пола ребенка. Курина действительно не врала, Рин сегодня не появлялась. Ни в госпитале, ни в библиотеке, ни в одной закусочной ее не оказалось. Он даже проверил скалу Хакаги, потому как сам раньше любил подолгу там сидеть. Близкий к тому, чтобы начать спрашивать у прохожих, Обито отправился к воротам поинтересоваться напоследок у Изума и коте Цэл не покидала ли Рин пределы деревни. Те замерли с настороженными лицами, вытянувшимися еще больше, когда Обито активировал Шаринган. Нахару Рин не видели, привратники переглянулись. За обоих ответил Изума, нет, мы на дежурстве всего 2 часа 35 минут. Шаринган не уловил следов лжи. Что-то случилось? Искнул коте Цэл, Изума поспешил ткнуть того локтем в бок. Вместо ответа Обито наградил его тяжелым взглядом. Если увидите, передайте, что я ее искал. Они нестройно покивали и снова переглянулись. Обито. Ищешь сестренку Рин? Источник возгласа приближался, на бегу приветственно помахивая ему рукой. Узумаки, черт бы тебя побрал. Ты что-то знаешь о том, где она, или просто поболтать прицепился? Мрачно осведомился Обито. Известно, что, попавшись на глаза лисенышу. Просто так не отвяжешься. Поэтому Обито в таких случаях предпочитал как можно скорее ретироваться через Камуи под каким-нибудь важным предлогом, а то и без. Тем более, что Наруто питал к нему какую-то особую симпатию и если встречал где-то, не упускал шанса попытаться о чем-нибудь понебратски побеседовать, что Обито страшно раздражало. Это малец слишком рано возомнил, что лучше всех знает, что хорошо, а что плохо, а с возрастом его характер портился, и несмотря на вечно беззаботный и веселый вид, из наивного добрячка он стал медленно, но верно превращаться в обыкновеннего зануду. У Обито были подозрения, что если тот таки станет Хакаге, то это будет первый невероятно глупый и совершенно невыносимый глава деревни, занимающийся лишь тем, что читающий нотации односельчанам, и скинувший всю работу на советника. Наруто стиснул кулаки и слегка наклонился вперед. Я, между прочим, помочь пытаюсь, датибая, а ты, как всегда, ведешь себя как засранец. Сестренка Рин Ухакаге. Если хочешь ее застать, то поторопись, я ее видел там полчаса назад. Обито перевел дух. Рин нашлась. Но что? Ухакаге. Какаши. Не помешал. Со всей возможной холодностью осведомился он, материализуясь посреди кабинета. Обито с облегчением заметил, что расстояние между присутствующими составляет не меньше трех метров. Он себе уже чего только не вообразил. Какаши стоял спиной к столу, присев на край. Сунади сама найдет, кем заменить тебя в госпитале. Договорил он, обращаясь к Рин. Обито, что ты тут делаешь? Я пришел за Рин. Найдет Какаши, я с ней уже обсудила. Хорошо. Тогда я сейчас оповещу остальных. Что тут, черт возьми, происходит? Не выдержал Обито. Рин попросила у меня миссию, спокойно ответил Какаши. Прости, Обито, мне нужно побыть какое-то время вне деревни, она отчаянно прятала глаза. Это из-за меня. Она опустила взгляд в пол, беспокойно теребя кнопку на поясной сумке. Блики света разбежались по колыхнувшимся гладким волосам. Обито, тебе, наверное, лучше уйти, начал Какаши и вперился в него странным взглядом. Обито почудилось, что тот хочет передать ему этим что-то, что Рин слышать не должна. Что за миссия? Слухо осведомился он, еще не решив, что лучше со всем этим делать. В стране мороза обнаружена аномальная зона, в которой пропадают люди, а если кто-то возвращается, то ведет себя как зомби, ни на что не реагирует и в скором времени умирает. Гражданским медикам причину смерти установить не удается. Любые технические средства на обсуждаемой нами территории выходят из строя. Причем раньше такого не происходило. Поселение существует уже много лет. Нужно выяснить, что там происходит и по возможности, устранить угрозу. Вот как. И какой ранг присвоен этой миссии? Ранка, неловко выдавил какаши. С возможным переходом в С-Рин будет не одна, она присоединится к поисковой команде 8 в качестве медика. Также мы направим с ними наших специалистов из научного подразделения. Что еще за зона? Что из себя представляет? Это единственный проходимый участок горного хребта. Он делит поселение на две части, и жителям так или иначе регулярно приходится перебираться из одной части в другую в связи с различными надобностями. Миссия Абита не понравилась. Отпустить Рин в какую-то аномалию, рискнуть ей он так привык, что она служит тут, под боком, в госпитале. Я с ними. Для тебя есть другое задание. Я отказываюсь. Ты не можешь отказаться. Больше никто с ним не справится. Значит, приступлю после возвращения. Абита это не обсуждается, какаши сдвинул брови и сложил руки на груди. Какаши, я пойду. Робко спросила Рин, продолжая прятать глаза. Конечно. Береги себя, Рин. Какаши встретил взгляд Абита, в котором боролись ярость и мольба. Рин, вообще-то задержись. Я кое-что забыл. Это касается миссии. Скоро вернусь. Дождись меня здесь. С тяжелым сердцем, не будучи полностью уверенным, что правильно делает, Какаши покинул кабинет. А нет, зачем ты? Она ведь именно этого и хотела избежать. Я не хочу ни о чем разговаривать, поспешила предупредить Рин. Абита молчал. Его ноздри едва уловимо раздувались, грудная клетка ходила ходуном. Я и не собирался. Рин успела увидеть кровавые и одновременно полные слез глаза, но как бы ни был силен ее контроль чакры, она знала, что сопротивляться Гензюце у Абита ей не под силу. Он перенес ее куда-то в темноту. Рин не сразу может разглядеть почти целиком перебинтованного ребенка, скорчившегося на чем-то вроде кровати. При приближении она различает, что тот твердит, я вернусь. Рин, Какаши, подождите еще немного. Внутри все сжимается, когда она замечает, что один его глаз полностью перекрыт бинтами. Ее ладони становятся влажными. Ей никогда не забыть, как он мужественно терпел начало той операции, когда поспешно вколотая обезболивающая еще не успела подействовать, а ждать было некогда. Его покрытый испаренный лоб, напряженное дыхание, сжатые губы и совсем небольшую дрожь. Она ненавидела себя и каждую секунду сомневалась, не зря ли его послушала. Она ощущала себя воровкой, отнимающей последнее. Но то, как гордо носил его глаз потом какаши, немного притупляло это чувство, успокаивало. В нем тогда как будто слились они оба. Ирин больше не нужно было разрываться между совестью и чувствами. Белое полосатое человекообразное существо с дыркой там, где должно быть лицо, кричит. А кто все-таки такая эта Рин? Ты всю ночь повторял ее имя и вытягивал губы трубочкой. Не твоего ума дело, как ты меня бесишь. Мальчишка яростно грозит существу кулаком, но вдруг выкает и хватается за плечо. Рин и какаши в опасности. Верещит тоже существо, но его лицо на этот раз больше походит на человеческое. Деревья вокруг Рин быстро-быстро несутся мимо и вдруг заканчиваются, а взгляду открывается пустырь. Она видит на нем себя, бледную, встрепанную, залитой кровью одежде, безвольно валящуюся на спину. Стоящий рядом какаши одними губами шепчет ее имя и тоже падает. Дальше все застилает красным, ничего не разобрать. И вдруг сквозь эту пелену она, опять будто со стороны, наблюдает, как мальчик в черном плаще качает ее на руках и говорит ей что-то успокаивающее, а сам глотает слезы. А вокруг кровь. Насколько хватает взгляда. От следующей сцены Рин едва не теряет сознание. К лежащему на кровати Абита прикасается длинноволосый старик в балахоне. Абита вскрикивает. От рук старика на его животе остается кровь. Запекается, исчезает, и он повторяет все снова. Ей хочется зажмуриться, не видеть это, и Абита позволяет, прерывает иллюзию. Какаша застает их неподвижными. Абита пристально смотрит на Ринь, в ее лице нет ни кровинки. Что он делает, чертов идиот. Какаша толчком своей чакры приводит ее в сознание. Рин хлопает глазами и едва не падает, в последний миг хватаясь за его рукав и вцепляясь в локоть ледяными пальцами. Она стоит так некоторое время и тяжело дышит, а потом переводит взгляд на Абита. Тот стоит, зажав ладонью глаза, его рот кривится. Какого черта Абита? Резко бросает в него Какаша. Внезапно Ринь опускается на пол, прямо на колени, закрывает лицо и тихо плачет. Оба бывшихся командника недоуменно смотрят на нее. Первым находится Какаши, приседает и осторожно трогает ее за плечи. Та не реагирует, лишь один всхлип вырывается в этот момент, чуть более громкий. Убери от нее руки, внезапно возникает рядом Абита и обхватывает ее так, чтобы Какаша не осталось места. Убедившись, что тот не собирается больше применять Гензю Цэо, Какаши отходит в сторону, продолжая пристально наблюдать. Она еще долго дрожит и всхлипывает в его руках. Абита никак не может отделаться от горького чувства, что вот эти объятия последние. Ему не выпадет больше шанса прикоснуться к ней. Разворошив воспоминания, Какули с крылатыми убийцами, он сделал все только хуже. Его тянет прижаться губами к трясущейся макушке, которая пахнет так знакомо, что внутри болит, но он себе не позволяет. Лишнее движение и Ринь снова ускользнет от него, растворится. Он не будет так рисковать. Сейчас она не отталкивает Абита, потому что ей не до него. И вдруг он чувствует, как маленькие пальчики обхватывают его предплечье. Кровь приливает к голове, гудит в висках. Ринь произносит что-то неразборчивое, и ему приходится просить ее повторить. Но она, кажется, не слышит Абита. Перед его глазами только ее шоколадная макушка. Проходит половина вечности, за которую Абита успевает несколько раз умереть. Прежде чем Ринь нарушает молчание. Я люблю тебя, она по-прежнему на него не смотрит, но теперь тычется носом в грудь. Ты покажешь мне потом все-все. Какаши слышит это, и у него тоскливо сжимается сердце. Это от радости, говорит себе он. Абита лежал на боку. Ринь обхватила его и осторожно целовала в спину между лопаток. Кошачье место так она называла. Абита урчал и слегка прогибался, когда Ринь проводила языком по позвоночнику. Она любила в нем все, даже этот соленый вкус на языке. После тренировок Абита всегда сразу бежал мыться. А Ринь стеснялась остановить его, задержать и надышаться его запахом. Боялась выглядеть девушкой со странными пристрастиями. А вот после близости у него не было сил куда-то бежать. Она полюбила его не сразу. Сначала просто жалела, потом уважала и была благодарной. А затем поняла, что он всегда будет ее. Всегда. Что бы ни случилось. Что бы она ни сделала, как бы ни изменилась, как бы ни относилась к нему. И она не смогла не влюбиться в эту преданность. Абита больше не был жалким. Теперь он был одним из самых сильных шиноби своего времени. И он был ее. Весь. А она была единственным топливом для этой силы. Все так, как они и мечтали в детстве. Ринь было приятно заботиться о нем. Пусть даже это свелось к подготовке одежды и ласкам. Но Абита был за это так благодарен, что Ринь часто просто не могла от него оторваться. Он так радостно отзывался на любые крохи и нежности. Даже когда она начинала баловаться, Абита лежал на животе. Она забиралась на него сверху, целовала спину. А левой рукой проскальзывала вниз и находила плотный комок соска. Ринь гладила его подушечками пальцев, делая тонкую кожу здесь чувствительнее и чувствительнее, очерчивала ноготками ореол, щекотала и надавливала. Абита начинал дышать глубже. Ему всегда нравились жесткие воздействия здесь, но Ринь просто не могла быть жесткой. Она всегда была нежна, и играла с ними так очень часто, так что он привык. Раздразненные, они заставляли все внутри него замирать каждый раз, когда он одевался и случайно задевал их тканью. Иногда после такой вот легкой, но долгой ласки, Ринь делала, как ему нравится, сильно стискивала затвердевший комочек пальцами с обеих сторон, одновременно интуитивно кусая Абита в спину, рассеивая боль. Ринь не любила делать больно ее служебным долгом, было избавлять от страданий и не причинять их бескрайней необходимости. Но иногда она чувствовала, что Абита хочет этого. А иногда он сам просил. И она давала. Внутренности сжимались от этой затеи, а Абита наслаждался и даже временами томно постановал. Чем сильнее Ринь давила пальцами, тем сильнее кусала спину. Абита, казалось, нравилось и то, и другое, но когда он переворачивался и ложился на следы от укусов, то неизменно болезненно морщился. Лежа на животе единственная поза, когда Абита не мог быть активен. И Ринь это нравилось. Нравилось иметь возможность обездвижить его, темпераментного и предпочитающего вести, и заставить целиком отдаться ее ласкам, не заботясь ни о чем другом. Абита всегда был эмоционален, а в такие моменты и подавно. Сконцентрировавшийся только на своих ощущениях, он выражал удовольствие так, что у Ринь мурашки бежали по коже. Гладя его всего, продолжая целовать между лопаток и легонько жимать уже болезненно откликающиеся на любое прикосновение сосок, Ринь опустила вторую руку и принялась ласкать его внизу. Она осторожно гладила тренированные ягодицы, все смелее и смелее залезая на запретную территорию между. Абита напрягся, но Ринь удвоила интенсивность ласк сверху. Она отпустила сосок и скользнула по боку туда, где из-под живота торчал твердый член. Облизав пальцы, Ринь отодвинула кожу и коснулась ничем не прикрытой головки. Абита всхлипнул и глухо застонал в подушку. Она знала, что влажные пальчики ощущаются им как много маленьких язычков, и с удовольствием наблюдала, как он напрягает плечи и царапает ногтями простыню. Между тем, вторая ее рука продолжала подбираться к чувствительному и неприличному. Ринь это безумно возбуждала. Однако она делала это мягко, позволяя Абита расслабиться и не выгибаться в спине от неожиданности прикосновения. Дождавшись, пока выступы мускулатуры на его теле сгладятся, Ринь снова смочила пальцы слюной, однако на этот раз другой руки. Не прекращая то ласкать головку, то возвращаться к соску, она бережно и осторожно погладила Абита там, с удовольствием ощущая, что он реагирует как нужно. Она поцеловала его в загривок, легонько жала зубами волосы и чуть потянула за них, чтобы успокоить и совсем отвлечь внимание от того, что сейчас ласкает скользким пальчиком ребристое колечко мышц. Несколькими надавливаниями здесь и непрекращающимися ласками торса и члена Ринь все же добилась того, что Абита, низкопостановая, расслабился окончательно и доверился ее рукам. Обильно смоченный слюной пальчик продавливается в кольцо и одновременно с этим очередной укус в спину, за которым тут же следует скольжение по плотно обхваченной ладонью головки. Абита тихо рычит, но не вырывается и часто дышит. Ринь точно знала, что не сделала больно. Она подождала, прежде чем начать осторожно гладить его внутри, не забывая сбивать внимание с происходящего на торс и член. Ему непривычно, он не знает, куда деться, но настороженно покоряется. И вот уже ее пальчик проникает глубже, извиваясь как-то так, что заставляет Абита извернуться и издать громкий стон. Ринь пробует еще раз, он вцепляется в подушку и весь дрожит. Ринь хорошо знает анатомию. И Ринь хорошо знает Абита. С ним можно не бояться рискнуть. Он никогда ее не оттолкнет. Ринь прижимается грудью к его спине плотно-плотно, и чувствует, что ткань между ними начинает ей мешать. Она слегка запнувшись, распахивает рубашку и чувствует Абита теперь всей кожей. Ее грудь почему-то всегда прохладная, а он горячий. Это же Абита, он во всем и всегда такой, бурный, нестерпимо светлый, рвущийся во все стороны, как огонь. Ее Абита. Она видела когда-то его глазами, как ее кровь та же вода, что и ее стихия, пролившись, однажды едва не затушила этот костер. От былого ярко-оранжевого пламени остались лишь грязные темные угли. И только в самой их глубине еще метался огонек, прятался от непогоды, жег хозяина изнутри, пытался о себе напомнить. Ринь хотелось верить, что своим появлением она смогла разжечь эту искорку в большой пожар снова. И пусть Катон ей, как вторая врожденная стихия, никогда не давался пугал, жег пальцы, да и не нужен был, когда в команде есть учиха, но, похоже, один огонь она раздуть и обуздать все же смогла. Ринь смотрела в темные теплые глаза и ей хотелось верить, что это так, что этот огонь осветил даже самые дальние уголки души. И что тьма из его сердца совсем ушла. Однажды она неожиданно для самой себя попросила его быть с ней погрубее. Абита с сомнением посмотрел на нее, заволновался и почему-то, наоборот, стал действовать вдвое более неуклюже, чем даже в их первый раз. Ринь тогда не смогла не рассмеяться, такой он был деловой и старательный. Абита насупился, задетый этим, и действительно стал вести себя чуть грубее и размашистее. Но в его глазах то и дело она ловила всплески страха, вот он лишний раз подхватил ее снизу, смягчив резкую скорость смены позиции, вот она вскрикнула чуть громче и острее, и его обеспокоенный взгляд тут как тут, взрезает мутную поволоку его собственного удовольствия. Он обращался с ней как с чем-то хрупким. Ринь так и хотелось иногда стукнуть его и напомнить о том, что она живая. Не рассыплется как мумия, и не ускользнет как призрак. Абита, проснись. На самом деле Ринь нечасто удается застать его спящим. И тем не менее спустя эти четыре года ей кажется, что он все реже скулит во сне. Ринь делала с ним что-то невероятно. Где бы она его не касалась, это совершенно вынимало мозги, и Абита напрочь переставал соображать. Вот ее легкие пальчики скользят вверх по бедру, вот они совсем нечаянно задевают между ног, Абита забывает, как дышать. Но рука летит дальше, чиркает по груди и ложится на лицо. Ринь наклоняется к нему близко-близко, горячий и влажный общий клочок воздуха между носами душит и пьянит. Она упирается коленом там, где сейчас Абита жестче и чувствительней всего. Ему уже хочется ворваться в нее. Он весь мыслями там, но ласка длится и кружит голову так сильно, что Абита совсем теряет чувство реальности. Ничто другое не имеет над ним такой власти, как ее прикосновения. Абита не знает, известно ли Рин об этом, но все его пласты защиты лопаются перед ней и разлетаются металлической крошкой. Он так восхитительно счастлив, что плевать, на все в мире плевать. Абита может позволить себе быть беззащитным с ней. Он бы даже с радостью принял смерть от ее руки. Если вдруг окажется, что жил он ради одного такого мгновения, ради единственного ее такого непростого касания, то ему не жаль. Ни себя, ни других переломанных им тел и покалеченных душ. Абита сейчас самый счастливый и бессердечный человек на свете. Счастливый всегда бессердечна. Он даже не успевает где-то потрогать Рин. Она такая юркая, колдует над ним своей кожей, задевая каждый нерв и пуская по нему разряд. Абита весь прошит этой наэлектризованной паутиной, только с Рин он это и чувствует. Только она подает ему энергию, смазывает своими ладонями заржавевшие шестеренки гармонии, доверия и совести. Абита как заброшенная электростанция, разболтанный и сыпучий механизм, она губами сдувает с него пыль и встряхивает, подклеивает кое-где и Абита ей пронзительно благодарен, так, что в груди тесно. Больше не будет больно и плохо. Сегодня не кончится никогда. Его голова лежит у нее на коленях. Все закончилось. Тебе больше не нужно бороться. Теперь все будет хорошо. Ее голос переходит в шепот, наверное, Рин кажется, что Абита засыпает. Но он не спит. Рин массирует ему голову, и Абита не понимает, как, когда он заслужил ее руки. Ее голос то, чего ему не хватало много лет, вот он, шурша, пробирается в подкорку, туда, где Абита бережно его хранил. Это всего лишь я, думает он. Я не могу быть счастлив, такой, как я, но вот Рин над ним склоняется и дышит ему в лицо, смеется или шепчет Абита, оглушен своими мыслями. Он не может разобрать ее слов, но она говорит ему и этого достаточно, чтобы ничто не казалось зря. По Абита больше нет сил, он истратил их, пока шел к ней, он чувствует себя нищим, ему нечего ей подарить. Но она и не нуждается, кажется она пытается подарить силы ему. Абита не заслужил, нет, это он должен, иначе зачем он. Шиш Рин мокрым пальчиком гладит под его ресницами, и Абита запоздала понимает, почему тот мокрый. Ему стыдно, он плакса, он размазня. Не таким он должен был найти Рин. Он не плакал много лет. Да что же это я с тобой? Тебе больше не нужно искать. Я всегда буду с тобой. Вот оно. Абита знает, что это сон и иллюзия, все что угодно, так хорошо просто не бывает. Он не верит и какое-то время хочет разорвать безобразное Бензюцелу и стереть в порошок того, кто такое посмел. Абита безотчетно скребет воздух перед собой рукой, словно пробуя реальность на прочность. Реальность стоит как прежде нежить его руками Рин. Абита еще не верит, но уже думает, что это в конце концов, не так уж и плохо, это то, чего он всю жизнь хотел. Почему нет, почему нет. Можно просто попытаться. Рин присмотришь за мной. Я без тебя не справлюсь. Я больше никто без тебя. Прости мне это. Я постараюсь быть тебе нужным. Я старше, но я не умру раньше, я обещаю. И теперь я сдержу, ты можешь мне верить. Ты знаешь, тебе придется постараться. Весело говорит Рин. Абита доверяет ей, он всегда доверял, доверялся только ей. Она, кажется, улыбается. Ты поправишься, все заживет. И мы будем вместе. Будем жить вместе, хочешь? Снимем квартиру. Или дом. Он будет маленький. Так уютнее. Я всегда хотела и ты будешь Хакаги. Или будешь сидеть дома. С нашими малышами, она смеется, но Абита кажется, что она серьезна. А я найду себе местечко. Да тут же мне я буду спасать таких дураков, как ты. На тебя одного меня будет много. Она шутит. Наверное. Абита. Я позабочусь о тебе. Ее слова доносятся до него, как сквозь толщу. Абита хватает ее образ, притягивает к себе за грудки. Не смей, не уходи. Верни мне Рин. Она счастливо смеется, но больше не обнимает его голову, а отдаляется и постепенно пропадает из виду, растворяется в дымке. Абита просыпается. Рин не видно. Она закопана под двумя одеялами его и ее. Спит, и хочется, и жалко будить. Он поддается слабости и врывается руками в теплое, нагретое ею пространство, обнимает, а после замирает, слушая дыхание. Рин дышит как спящая. Ему хорошо. И он никогда к этому не привыкнет. Конец. Ребят, остался последний рывок до тысячи подписчиков. Надеюсь на вас.